Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Ребята, здравствуйте! Вы, наверное, удивлены, что сегодня я осталась одна в стране безопасности. Я вам сейчас объясню, почему. Мы решили отобрать среди всех ребят, которые уже успели у нас побывать, самых сильных и отправить их на новые, более серьезные испытания. И сейчас самое время познакомить вас с новыми участниками Летнего Кубка Страны Безопасности. Тем более, что они уже готовы выйти с нами на связь. Внимание на экран! Света, привет! Здравствуйте, ребята! Я очень рада нашей новой встрече с вами. Ребята, вы оказались в числе самых сильных ребят, которые соревновались у нас в стране безопасности. И поэтому мы решили отправить вас на более серьезные и суровые испытания. Вы к ним готовы? Да, готовы! Я даже не буду спрашивать, кто из вас настроен на победу. Знаю, что вы очень сильные соперники, и каждый из вас будет сражаться до конца. Поэтому я искренне желаю каждому из вас успеха, а сильнейшему победы. Счастливого пути, ребята! Пока-пока! Сами испытания на этот раз состоятся на базе учебного центра безопасной жизнедеятельности, который не так давно открылся в лицее при Гомельском инженерном институте МЧС. Ребята еще не знают, что их ожидает. Но для телезрителей эту тайну можно приоткрыть. Соревнования обещают быть непростыми, а самих участников ждут подарки, сюрпризы и встречи со старыми знакомыми. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Со многими из вас мы уже успели познакомиться. Но для наших маленьких телезрителей я представлюсь еще раз. Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Сегодня нас с вами ждут серьезные испытания. Но вас ведь это не пугает? Нет. Вас не зря ведь выбрали как самых умных и сильных участников игры, как и в прошлый раз. У вас будет 4 соревновательных дня, по результатам которых мы выберем победителя. Я предлагаю не терять время не зря. Приступаем к игре. Готовы? Да. Привет, друзья! Меня зовут Спасайка. Я приглашаю всех вас отправиться в путешествие по квартире. Скучно и неинтересно, скажете вы? А вот и нет. Предлагаю начать с кухни. Для меня это самое любимое место в квартире, потому что здесь есть холодильник со всякими вкусностями. И плита, на которой готовятся ароматные булочки. Я, например, очень люблю покушать. Но кухня не только самое замечательное место в квартире, но и одно из самых опасных. Внимание! Запоминай, что опасно. Оставлять еду без присмотра на включенной плите. Сушить над плитой вещи. Обогревать квартиру зимой с помощью включенной плиты. А также пользоваться плитой в отсутствии взрослых. А что делать, если опасной ситуации избежать не удалось, и вода из кипящего чайника залила огонь, и в квартире пахнет гадом? Запомни, в любой ситуации самое главное правило не паниковать. Действуй спокойно и быстро. Выключи плиту. Открой окно. Не включай и не выключай электроприборы. На кухне иногда случается и такая ситуация. Кто-то оставил на включенной плите сковороду, на которой загорелась еда. Буквально за несколько минут маленькое пламя может превратиться в огромный пожар. Поэтому выключи плиту и быстро накрой сковороду крышкой или мокрым полотенцем. Можно засыпать крупой, стиральным порошком или землей из цветочного горшка. Цветок, конечно, жаль, но последствия от пожара могут быть гораздо серьезнее. Наше путешествие по квартире продолжается, и мы отправляемся в жилую комнату. А какие опасности могут подстерегать нас здесь? Давайте внимательно посмотрим вокруг. Что мы видим? Обогреватель, утюг, музыкальный центр, компьютер, синтезатор и телевизор. Как одним словом назвать все эти предметы? Правильно. Электроприборы. А разве они могут быть опасны? Если правильно ими пользоваться, то служить они будут верой и правдой. А если нет, то может случиться беда. Давайте все вместе запомним самые простые правила, чтобы электроприборы в квартире были нашими верными друзьями. Внимание! Запомни и напомни своим родителям, что опасно. Включать одновременно в одну розетку несколько электрических приборов. Например, лампу, обогреватель и утюг. Оставлять электрические приборы включенными, когда вы уходите из дома. Пользоваться неисправными электроприборами, от которых, например, пахнет горящей пластмассой или идет дым. Итак, что нужно делать, если электрический прибор по какой-то причине все же загорелся? Например, кто-то забыл выключить утюг и оставил его на гладильной доске. Ты заходишь в комнату и видишь, что он горит. Что делать? Внимание! Если загорелся электрический прибор, ни в коем случае не заливай его водой. Это смертельно опасно. Если получится, постарайся быстро выдернуть шнур из розетки. После чего на горящий утюг набрось плотную ткань, одеяло, покрывало или даже пальто. Тогда огонь погаснет. Если справиться с огнем не удалось, не теряй времени, жизнь дороже. Спасайся. Немедленно убегай на улицу. Сразу же сообщи о пожаре взрослым и вызови спасателей по телефонам 101 или 112. Уходя из квартиры, не закрывай дверь на ключ, просто плотно ее прикрой. И запомни, что нельзя делать при пожаре. Прятаться в шкафах, под кроватью и других комнатах. Пытаться тушить пламя самостоятельно, если огонь больше футбольного мяча. А еще, друзья, я советую вам сделать напоминалку с номерами телефонов службы спасения 101 и 112 и телефонами родителей. Положите этот лист на видном месте. Если вдруг возникнет опасная ситуация, и вы растеряетесь, напоминалка вам поможет. Я уверен, ребята, что вы запомнили, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. И прежде чем пойти на улицу, давайте проверим еще раз. Выключена ли газовая плита? Отключены ли электроприборы? Закрыты ли краны с водой? Вот теперь мы точно можем спокойно идти на прогулку. Дорогие ребята, ну что, вам понравился спасайка? Вы готовы начать проходить тестирование? Да. Итак, вас ждут 9 вопросов по результатам. Мы выберем с вами победителя сегодняшнего первого испытания. Начинаем? И сейчас мы с вами посмотрим, на все ли вопросы вы ответили правильно. Ярослав, ты ответил правильно на 9 вопросов из 9. Я тебя поздравляю. Полина, у тебя 7 правильных ответов. Давайте разберем ошибки. Ярослав, подходи, посмотрим. Какие были допущены ошибки при ответе на вопрос? Возможно ли прятаться от пожара в шкафу или под кроватью? Полина ответила, что можно. Все мы знаем о том, что во время пожара прятаться в шкафу или под кроватью или под какими-то другими предметами нельзя. Нужно куда выходить? На улицу бежать. Правильно. Следующий был вопрос. Откроешь ли ты окна во время пожара? Правильный ответ, конечно же. Нет, этого делать нельзя, иначе огонь разгорится еще больше. Дорогие ребята, на сегодня первый конкурсный день у нас завершен. Победу одержал по результатам сегодняшнего конкурса Ярослав. Но для Полины это не повод расстраиваться, ведь впереди нас ждут еще три конкурсных соревновательных дня. И ситуация может поменяться в любую сторону. А сегодня это все. Прощаемся с нашими телезрителями до завтрашнего дня. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!